Период гнездования уток апрель. Именно тогда формируются пары, готовящиеся обзавестись потомством. Начинается кладка яиц. Каждый год, будто государство молодым семьям заботится о птичьем будущем. Пернатым помогают ученые на Крымском мосту. Именно они создают для них комфортные жилищные условия. Главное, не под ключ, ведь такое и покидать не захочется. Гнездовье изготовлено из легкого дерева. И, естественно, как всегда, мы делаем эти гнездовья более приближенные к естественным условиям. То есть здесь оно обвязано камышом и тростником. Таковы преимущества искусственного гнездовья, которое по внешним признакам вполне походит на естественное. Такие установлены в мелководье острова Тузла, а также у берегов Таманского полуострова. Там, где Крымский мост, облюбовали в период миграции Пернаты. И такой выбор не случайный. Исторически для России инфраструктурный объект, будто обладая особенной энергией, влечет к себе и птиц. Керченский пролив, он своеобразный коридор для мигрирующих потоков птиц. И, во-первых, он уникален и тем самым комфортен. Поэтому здесь огромное количество птиц остаются как на зимовку, так и на гнездование. Сейчас и без того эффектное место украшают картины невероятной красоты. Орнитологическое изобилие не оставит равнодушными проезжающих по крымскому красавцу автомобилистов. На мелководных озерах обитают грациозные лебеди. Клинья над объектом образуют чайки. Есть бакланы, морские зуйки, ходулочники, кулики-сороки и другие птицы. Всем им хочется оставлять потомство в комфортных условиях. Эти искусственные гнездовья, как сооружения, помогут пернатым укрыться от хищников, спокойно птицам, родителям вывезти птенцов. Все происходящие процессы по уходу за пернатыми – не просто человеческое благородство. У Крымского моста разработана специальная экопрограмма. Специалисты контролируют кормление его пернатых обитателей и их количество. В районе мелководных озер создаются привлекательные условия для временного обитания даже редких краснокнижных птиц. Помимо этого, на автомобильной части моста установлены шумоизоляционные сооружения, оберегающие в том числе и покой крылатых гостей. Тарас Брезиский, Служба новостей и ТВ.